Все сказанное в видео всего лишь версия автора, а не последняя инстанция истины. Видео несет сугубо информационно-ознакомительный характер. Совместно с каналами Глобальный вопрос и Цельнозор. Ссылки будут в описании. Вышеупомянутые каналы имеют полное право размещения этого видео на своих каналах, так как являются соавторами. Поехали! Очень прочно. Вот то, на чем стою, это просто класс. Огромная площадь. И здесь какие-то странные энергии. Офигенные энергии. А вот это странная энергия. Странная энергия. Это самостоятельно. Особенно здесь. Он здесь маленький. Офигенные энергии. Офигенные энергии. Офигенные энергии. Офигенные энергии. Всем привет, друзья! С вами Евгений Макаров. Банкладеш. Храмовый комплекс Сампур Махавихара. Что я здесь вижу? А я здесь вижу высокотехнологичное энергетическое сооружение. Мало того, что здесь вырабатывалась электроэнергия для нужд этого же комплекса. Но на самом деле я хочу сказать, что это широкополосная антенна большого спектра частот и радиоволны. Сверху этот комплекс напоминает множество городов древности, которые построены по такому же принципу. По самому центру располагается пирамидальное сооружение. Храм в виде равностороннего креста. Фрактальный узор. Также мы здесь видим вспомогательные комплексы. Вот, например, поменьше. Прямоугольные сооружения. Здесь мы еще можем заметить вокруг очень много засыпанных и разрушенных дополнительных комплексов поменьше. Один из них видим здесь. Чуть пониже. Вот еще один. Кто-то скажет, что это типа ипподрома. На самом деле это еще одна антенна, но другого типа. Это похоже на антенну открытый контур. Овал это колебательный контур с движением токов в разных направлениях. А здесь мы видим стеллу посередине. Но, к сожалению, вот здесь нет панорамы. Поэтому посмотреть нет возможности. Стелла посередине это генератор электричества для всего этого комплекса. Причем отсюда видно, что она очень большая. Ну, перейдем к основному храму. А здесь мы видим правильный равносторонний крест. В виде этого креста сделан храм. И чтобы не быть голословным, давайте сделаем замер. Теперь сравним это с имеющимися данными. А начнем мы с глобальных замеров. Давайте сложим длину одной стороны этого комплекса, внешней стены, плюс волновода дороги до переходной ключевой точки. Здесь соединялись вот эти каналы. Вам это ничего не напоминает? Ну, например, как контакты и всякие блоки на компьютерных платах. То есть перед нами, можно сказать, микросхемы. Так вот, здесь у нас длина получается с небольшой погрешностью. 500 метров. Я специально выставил метры. Почему? Объясню позже. Запоминаем. Идем дальше. Длина одной стороны этого прямоугольного комплекса примерно 280 метров. Померяем внутреннюю. Это где-то 250 метров. Запоминаем. 280-250. Так, здесь у нас получается длина 380 метров. Запоминаем. Пирамидальный храм в виде равностороннего креста примерно 100 метров. От главного резонаторного устройства пирамидального храма, от его выхода до внешнего согласующего комплекса 100 метров. Приступим к замерам объектов поменьше. Это очень важно. Резонаторы этого входного устройства. Их ширина 10 метров. Здесь идет кратность 10. Здесь мы видим, что ширина 20 метров. Вот представьте себе, как волна и полуволна. Или, например, одна вторая волна, одна четвертая волны. Посередине прямоугольного комплекса, перед входом в главный храм, стоит еще одно помещение. Длина и ширина 5 метров. Мы видим здесь входные ворота, волновод. Вот посмотрите на эту камеру. Здесь мы видим примерно 3,8 метра. Соблюдается кратность 10. Если здесь мы видели от конца волновода до начала 380 метров, то здесь получается уменьшаем в 10 и еще раз в 10. То есть соблюдение кратности в 10. С другой стороны храма мы видим еще одно. Это уже круглое помещение. Здесь тоже самое. Соблюдается кратность 10. 3,8 метра. Рядом стоит еще одно сооружение. И верхняя камера резонаторная. Она тоже имеет 3,8 метра. То же самое мы видим деление. Вот по таким частотам по расстояниям. В самом храме в сооружении. Здесь 3,8. Ярус пониже 10. Ярус пониже 10. Мы уже видели, что вот отсюда до сюда получается 100 метров. 100 метров. А здесь 10 метров. Кратность 10. Произведем замеры комплекса, который располагается по диагонали от угла главного храма. Видим такой же здесь контур. Поменьше 20 метров. Мы это уже видели вот здесь 20 метров. И здесь мы видим то же самое. Соответственно, что ширина, что длина будет также примерно 20 метров. Внутренний храм 10 метров. Ну, вернее, даже чуть побольше. Здесь 12. Прямоугольное здание у внешнего колебательного контура с множеством камер резонатора. Где-то 7 метров. Теперь смотрим, сколько длина каждой камеры. 3 и 8. Снова видим кратность 10. То есть в 10 раз уменьшается, да, и еще раз в 10 раз. Таких камер здесь много. Они располагаются внутри этих стен. Снова мы наблюдаем ту же картину. Входные ворота вот этого маленького комплекса. Где-то 3 и 8. Еще одно сооружение. 10 на 10 метров. Квадрат поменьше 5 метров. Друзья, к чему я все это говорю? Я вам уже показал, что здесь есть 500 метров длина волновода. Потом длина одной вот этой вот стены. 280 метров. Ну и другие длины так. 100, 20 метров, 10. Вот отсюда до сюда. 380. А длина одной камеры резонаторной. Вокруг этого контура. 3 и 8. То есть здесь кратность 10. 10 метров, 100 метров, 20 метров. Перед нами, как я думаю, широкополосная антенна. Длинных волн, средних волн и так далее. Сейчас я это покажу. Итак, диапазоны радиоволн. Смотрим. Длинные волны. Ну, здесь пока они нам не нужны. А здесь мы смотрим средние волны. Это от 600 до 190 метров длины. Как раз укладываются в наш диапазон. Это короткие волны. От 10 до 100 метров. Я вам уже показал, что там есть такие расстояния. 100 метров, 10 метров. И, допустим, ультракороткие волны. УКВ. Это 10 метров и 1 метр. То есть, как раз укладываются в наш диапазон. Там есть и 10, и 5, и 3, и 8 метра. Резонансные камеры по периметру комплекса. Они, естественно, имеют резонатор. То есть вот эти стенки. Можно и их померить. Ширина примерно метр с чем-то. Укладывается, опять же, в наши рамки. А точнее, в ультракороткие волны. От 10 метров до 1. Соответственно, мы также можем спокойно определить частотный диапазон этого комплекса. От 500 до 1600 кГц. 3,30 МГц. А также от 30 до 300 МГц. Вот представьте себе, какой широкий диапазон частот они поднимают и излучают. Так вот и какой сампур Махавихара. Проще говоря, радар древности, друзья, перед вами. Ну, что-то наподобие, как наши сейчас там всякие. Дарьял, Днепр и так далее. Вот вам и здравствуйте. А вы не ожидали. Да я тоже не ожидал. Ну что ж, посмотрим вблизи, что же это за сооружение. Спасибо Илье за его живые съемки с места событий. Вот это он находится как раз, если смотреть на гугл панораме, он находится у правого нижнего угла. Как раз самая концентрация большинства зданий, вот этих прямоугольных. Видна пирамида центральная. Посмотрите, ведь это же пирамида на самом деле. Хорошо и четливо видно. Это именно пирамида. Из чего состоят все эти сооружения? Сложно понять. Но почему они сложены из каких-то вообще кусочков? Что это может быть такое? Здесь и кирпичная кладка, и какие-то обломки. Ну вот, сплошной кирпич. Здесь вообще мы видим вставку из черного гранита, если я не ошибаюсь. Откуда он здесь? Зачем он здесь? Почему вокруг кирпич, а здесь гранит? Вот прямоугольная платформа, и внизу три щелевых резонатора. Типа рупорных. Все занесено глиной. Под самые не могу. Значит, основная часть, основной объем всех этих строений находится внизу, друзья. Еще одна платформа с пяти уголосниками. Здесь ведь есть не только прямоугольные, но дальше вы видите, что здесь есть и круглые сооружения. Вот платформа вблизи. Посмотрите, все засыпано, все вообще. Что было сверху, вообще непонятно. Все в земле. Какие-то ступенчатые формы. Множество прямоугольных форм. Везде соблюдены пропорции, как я показывал на замерах. Вот сейчас Илья показывает один из ключевых силовых блоков, состоящих из резонансных комнат. Платформ, где, скорее всего, были генераторы. И малые засыпанные пирамиды в центре всего этого блока. Вот она, эта пирамида. Какая интересная и чистая структура. Полостные структуры с вихревыми токами очень на это похожи. Ну, естественно, все здесь разрушено, как видите. Я не пойму, возможно, что вот это вот уже позже делали. Когда комплекс был атакован первый раз, то вот эти вот уже формы сделаны позже. Из того, что осталось. Видите, из кусочков все сложили, как мозаику. И вот получилась такая форма. Естественно, все, что мы здесь видим, это все на поверхности. Все самое основное глубоко под землей, под глиной. Хорошо бы здесь провести настоящие археологические раскопки с привлечением ученых. Но, как видите, все оставлено, как есть. Перегородки, стенки. Два постамента. На них явно что-то было. А что и куда дели. Впереди постамент повыше. Внутри полость. Все из кирпича. Даже если все это строилось из глины, то все равно это основательное сооружение. Посмотрим платформу с полостью внутри поближе. Вот кто может объяснить, зачем здесь такие сооружения? Их очень много. И на молильные комнаты или нечто подобное. Они мало похожи. Вот сейчас Илья нас подведет к другим сооружениям. Все засыпано. Видите, холмики. Здесь тоже что-то было. Виден только верх стены. Наконец-то колодец. Это резонатор уже другой формы. Видите, типа колодца такого. Наверняка то, что было внизу, тоже засыпано. Вот именно сам колодец внизу засыпан. Не исключено, что это колодец был наполнен водой. Известно, что такие высокотехнологичные энергетические комплексы и электростанции, они требуют источников воды. Вода это проводник. Для чего она здесь была нужна? Например, для создания, допустим, щелочной среды для хранения заряда. И заметьте, рядом с колодцем находится целый комплекс, опять же, непонятных сооружений, устройств. А вот это, скорее всего, излучатель. Видите, сколько здесь углов. Ну, что-то наподобие малой крепости звезды. Вы только посмотрите. Это многоуровневая звезда-фрактал. Это никакой не постамент. Это именно излучатель. Многочастотный излучатель. На месте Ильи я бы здесь произвел определенный замер разными приборами. Со стороны эта звезда смотрится еще круче. Да здесь целый набор разных излучателей. Рядом стоит другой. То есть здесь вот именно, допустим, в этом месте шла некая настройка по частотам. Каждая прямоугольная форма отвечала за свою частоту. Но в сочетании они давали эффект усиления. Это как на процессоре. Разные блоки отвечают за разные функции. И множество транзисторов. Лестница к верхней части. Вы посмотрите, они все рядом. Какие-то прямоугольные полоски вдали видим. Силовые блоки, настройки, подстройки разных функций. Делители частот, умножители. А вот это рассказывается как молельная комната для монахов. Что-то мало в это верится. Посмотрите, посреди комнаты стоит что-то наподобие алтаря или саркофага. И скорее всего на них стояли какие-то устройства, создающие звуковые вибрации. И представьте сколько здесь этих комнат. А их здесь много. Они по всему периметру храмового комплекса. Который, как я уже сказал, является огромной такой широкополосной антенной. Кстати говоря, я думаю, что вот эти формы, да, что мне напоминают? Напоминают большой магнетрон. Почему? Ну, потому что вот эти резонаторы, комнаты, подобные полости, есть в магнетроне. Только, естественно, меньшего размера. Именно вот так располагаются. Только там они располагаются по кругу. А здесь по прямоугольной форме. Но как бы все полостные структуры соответствуют тому, что мы видим в магнетроне. И самое главное, все это похоже на правду. Слишком уж много совпадений. И представьте себе, что мы с вами посмотрели только один комплекс. А там их тысячи. Сейчас мы видим большую аллею между двумя контурами. Это рабочая область. Валяются блоки. В одном из них видим паз. Что это за блоки валяются? Почему здесь разный материал? Например, гранит. В общем, друзья, думаем, наблюдаем, изучаем. Ну, видите, еще блоки валяются. Спасибо Илье за предоставленный материал. Смотрите первую серию у Романа на канале «Глобальный вопрос». А третья часть на канале Ильи «Цельнозор». Диона вам расскажет еще больше интересного. Много пояснений, дополнительной информации, технической информации. Именно по тому вопросу, который я сейчас осветил. В общем, вот так вот, друзья. И еще один интересный момент. В данном храмовом комплексе я вижу очевидное сходство с Донским монастырем. Почему я постоянно на это ссылаюсь? Потому как везде вижу слишком много похожего и слишком много закономерностей, повторяющихся форм. И не могу не поделиться с вами этими наблюдениями. Для сравнения, это Сампур Маха Вихара сверху. А это схема Донского монастыря. И вид сверху панорамы Гугл. Вам не кажется, что сходство просто очевидное? Ну что ж, друзья. На этом пока что все. Третью, заключительную часть смотрите на канале Цельнозор. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До свидания. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok